Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить третье ДЛЦ. И, в общем-то, в прошлый раз я остановился на том, что дошел до костра. За кадром я сбегал и купил себе кучу вайфгемов. И всё, по сути. А серваки почему-то сейчас лежат, так что я играю в оффлайне, так что знаков всяких не будет и инвейдеров. Но хрен с ними. Вот эти вот парни, ну, они уже были. В общем, их теперь будет больше. Но в целом они довольно лёгкие. И они очень любят вот так вот сидеть в снегу. И притворяться трупами или декорациями, или я не знаю, чем они там притворяются. Упс. Ну, я его убил, но не успел немножко ударить. Эти чуваки всё ещё ничего не делают, они потом будут кое-что делать. У, мантия. У меня был уже их меч, так что описание там такое же. По статам ничего особенного вроде бы. Весит довольно мало. Ну и дефенсов довольно мало. Ладно. В общем, действительно, потом нужно будет всё это разморозить слегка. Я прошёл дальше. Я всё ещё не прошёл ДЛЦ до конца, но я уже видел босса в конце. И, в общем-то, оно мне пока что очень нравится. В общем, нужно будет разморозить здесь всё. И сундуки тогда станут размороженными. Можно будет их открывать. Проходы некоторые, чёрт. И прочие ездить. И нужно будет по второму разу этот кусок карты проходить. Но тут некоторые вещи изменятся. Тут вот этот парень с рапирой, который очень любит кастовать. Кропни мне рапиру. Чёрт. И внизу ещё один. Ледяной чувак. Окей. И здесь такая небольшая секретка. Ну, во-первых, здесь ещё вот эта вот фигня. Внизу ещё фигня какая-то лежит. Тальсмон Эллоида. Бесполезно. И вот здесь вот секретка. В которой лежит довольно интересное кольцо. Кольцо закреплённого. Оно не закреплённого. Оно то же самое, что и ключ скованного. И кольцо это... Где оно? Вот оно. Получается сюрпризом, а также и больше урон. Кольцо, создано из цепей этого самого скованного. Даёт разные преимущества, но увеличивает получаемый урон. Цепи скованного могут превращать людей в рабов удовольствия, отправляя их навстречу погибели. Кольцо усиливает эту способность. Оно прибавляет статы. Оно даёт шесть. Жизни, четыре. ХП и шесть. Точнее, четыре выносливости и шесть приносимого веса. На самом деле, по-моему, эти статы от чего-то зависят. Потому что на другом персонаже оно мне даёт пять, пять и шесть, по-моему. А здесь получается шесть, четыре и шесть. Не уверен. Возможно, чем больше статов, тем меньше оно даёт. Но при этом вы получаете больше урона. В целом, учитывая повышение жизни, у меня от кольца Флина отвалится урон, так что... Ну-ка, кстати. Насколько он у меня отвалится? А, четыреста семьдесят пять, а так, четыреста шестьдесят четыре. То есть, нет, снимать у вас оба смысла нет. Ну, тогда, наверное, вот так вот я побегаю. Мне нравится это увеличение статов. Так что я его себе оставлю. И здесь... Ещё один труп с лутом. Танец тьмы. Это, естественно, хекс. Я не знаю, что он делает, у меня на него не хватает веры, потому что он до хрена требует... Он требует шестьдесят веры. Порча, испускающая огромное количество тьмы. Тьма танцует, выражая радость, освобождение или издеваясь над противником, к которому подкрадывается. В общем, шестьдесят веры у меня нет ни на одном персонаже. Так что, увы, я никогда не узнаю, что оно делает. Но это ладно. И дальше... Дальше тут вот такой вот новый враг. Он кидается лэнсами. И в целом он довольно страшный. У него есть куча разных атак, у него есть магия вот такая вот, у него есть граб, который довольно больно дамажит. Его можно, естественно, обойти и забэкстабить просто. И это неплохой вариант. У него есть еще одна какая-то магия, когда он, по-моему, все вокруг дамажит. Не помню. И они дропают свою броню. Они дропают свой лэнс. И они дропают свой щит. Щит у них довольно интересный. У него девяносто всех элементальных резистов и 80, по-моему, всех статусных, но 65 физиков всего. Броня у него чем-то похожа на Арнштейнову. Доспех големов Бастиона, которых оживил король слоновой кости. Големы должны были сдерживать создание хаоса, не давая им пересечь стену. Когда врата Элеом Лоис были распахнуты, город замерз и обезлюдил. Но големы усердно несли свою службу. Чем-то визуально оно напоминает Арнштейна. Только белая и снежная. Ну, в общем, да. Лэнс, который они дропают, он довольно хреновый, по-моему. Конкретно у него магический урон встроенный, но кроме этого ничего особенно интересного вроде бы. С той стороны пока что закрытая дверь. У меня нет ключа, так что я туда не пойду. Я потом туда пойду, когда у меня будет ключ. Здесь еще один этот парень. Если бы Лэнс умел вот такую вот фигню делать, то он был бы интересным. А так у него совершенно обычный Лэнсовский мувсет. Только с магическим уроном. Их довольно легко бэкстабить. Ну, как и всех Лэнсеров. То есть вы просто уворачиваетесь от его чарджа, он проносится мимо вас, и вы бэкстабите его в спину. Это нормально. И здесь за дверью... Чувак с рапирой. Дропни мне рапиру. Нет. Также здесь замороженный мимик, и куча замороженных просто сундуков. Потом мы сюда вернемся. И также там была дверь. Во-первых, вот здесь вот если на мосту сражаться с этим големом, то парень с рапирой стреляет из окна. Во-вторых, вот эта вот дверь, она не открывается с этой стороны. Так что пока что с ней ничего сделать нельзя. Так что я просто иду дальше. Логично. Еще один прислужник, или как они там называются. Отсюда можно в теории, наверное, расстрелять вот того вот голема, но зачем тратить время и силы на это. И этот кусок локации. Направо. Там тупик. Там замороженный фарос. Там немножко всяких дропов с врагов. Не с врагов, а вот этих вот с трупов. И там два невидимых врага NPC. Одного из них слегка видно вот здесь, вот передо мной. А где мой лук? Он иногда становится видимым слегка. Он перед этой баллистой стоит. С грейдсордом. И дальше там еще один. Сейчас его не видно. Вот. Он стал слегка видимым. В общем, с ними сражаться довольно сложно, потому что они невидимые. И потом их можно будет сделать видимыми. Так что я пока что туда просто не пойду. И тем более там ничего сейчас нет. А здесь замороженный сундук. Еще один. Здесь еще один присложник. Тут такой вот хитрый враг. Ау. Очень хитрый. Но не очень живучий. И тут... Рычаг. Который вызывает лифт. И лифт этот вы, возможно, вспомните. Потому что... Хотя я не помню, подходил я к нему или нет. Но, в общем, это был лифт, который внизу загораживал проход, где был сломанный рычаг. И теперь там можно пройти, потому что лифта там теперь нет. Но там, в принципе, ничего особенно важного нет. Там немножко просто шмота. И заклинание какое-то одно. Окей. Вниз проход дальше, и оттуда нельзя вернуться. Ну, то есть оттуда можно вернуться, если слегка спуститься на там двери, и... На ней... За ней надо спрыгивать. А случайно вопиостус. А здесь есть невидимая лестница. Вот здесь вот. Кстати, тот шлем, что я в прошлый раз подобрал, который шлем колокол, он всё-таки звенит, и он защищает от хэдшотов. Он звенит, когда вас... Вам подают в голову стрелой. И он защищает от хэдшотов. По крайней мере, такая информация и есть. Не уверен, насколько она справедлива. Я не проверял. Копьё, пронзающие молнии. Миракл, естественно. Новое копьё молнии. Требует 50 веры. Так что я, опять же, никогда не узнаю, как оно работает. Надо прочитать описание, хотя... Сделанное из первобытного чуда, испускает копья из молний. С момента появления чудес, знающие люди пытались переработать их, приспособить к своим потребностям. Вот плод одной из такой попыток. Из таких попыток. Окей. Лестницу тоже можно сделать видимой. Но это потом. Но если знать, что она там есть, то можно по ней забраться просто. И здесь куча собачек. И вот этот вот чувак, которого я сейчас скинул случайно. Нет, собачки, не убивайте меня. Окей. А, я не хотел закрывать дверь. Рапиру. Нет, не дропнул. Человеческая фигурка. Собаки дропают тоже человеческие фигурки и разные души. Наверху еще одна собака пятая. О, черт. Окей. И здесь душа великого героя. И все, в этой башне больше ничего нет. Так что остается только идти вниз. Блин, он вообще не в ту сторону ткнул. Как он меня сдамаживает им. Ну, этим-то понятно, как он меня сдамажил. Ладно. И рапиру он, естественно, не дропнет. И у меня ломается мой меч. Пожалуй, я съем порошок. Хотя костер относительно скоро. Вот здесь вот эта лестница, и обратно забраться нельзя никак. Алая вода. Но обратно можно попасть. То есть можно будет пройти и попасть потом назад, но... Потом. Никто не должен найти скрытые валяом Лойс. Ну, найдем. Разберемся. И здесь горящий труп. По-моему, они как-то неправильно делают костры. Глаз злится. Ключевой предмет. Упс. Позволяет увидеть скрытое. Глаз первой жрицы, следившей за Леом Лойс. Позволяет увидеть скрытое. Великая жрица заменила один свой глаз этим, вернув его, когда договор закончился. А в английской версии, насколько я помню, написано... Там имеется в виду, что все великие жрицы, которые, как бы... Которых было много. Все они заменяли один из своих глаз этим. Ну да ладно. И здесь такой вот элит-найт с молотком. Это НПС противник. А, нет. Я не люблю чуваков с молотками. У меня плохо получается воевать с молотками. Ну, с НПС с молотками. У него еще есть арбалет. А, блин. Я смогу его застайдерить? Да. По-моему, он может пить эстус. Но он обычно не успевает это сделать. Ну ладно. И дальше... Дальше еще какой-то труп с лутом. Даже целых два. Красивый череп. Пять штук. И... Фемиум скептика. Один. И туман. Туман, к счастью. Или, к сожалению, не к боссу. Туман к костру. И по мне уже стреляют. Но это нормально. Стреляют по мне эти самые прислужники. Они теперь враждебны здесь. Внутри. Видимо, они снаружи просто заморожены. Настолько, что им все пофиг. И они здесь с магией. Там наверху чувак. С ним пока что ничего сделать нельзя. Да. Это будет сильно позже все. И ворота. И за воротами еще целых того, по всякой ереси. Я убил их с одного? Нет. Это хреново. Потому что тут много всего. Ну, в принципе, можно выманить одного из этих мечников сюда. Дропни мне рапиру. Чувак. А, я кольцо на дроп снял. Вот ей. Тогда справедливо. Этого чувака тоже можно сюда выманить. Он тоже не дропни мне рапиру. К счастью, их эти сосульки не очень больно дамажит. Упс. Окей. И тут еще куча всего замороженного. Два сундука, два голема. И всякая подобная фигня. Тут вообще очень много интересных предметов в этих сундуках лежит. Но они заморожены. Я не могу их сейчас открыть. Сушеный корень и темный дух. Священный рыцарь Архейм. Это веселый темный дух. Ладно. Да, блин. Почему я бью не в ту сторону, в которую пытаюсь бить? Окей. Нет. Идите нафиг. Два копеечечка это нехорошо. Мне кажется, костер недалеко, но все равно идите нафиг. Окей. Один копеечек это уже лучше. Я умею их парировать, получая урон. Если они делают два... То есть у них есть атака, когда они несколько раз тыкают подряд. Тогда если славить первый тычок и после него сразу спамить парирование, то второй тычок парируется. Упс. Но почему-то он очень не хочет делать эту атаку. Нет. Ладно, я выжил. Пофиг. Я, по-моему, зря ем и лайфгем, потому что тут... Ну, хотя тут фантом сейчас будет, да. Тут аж целый замороженный проход. И сюда не пройти пока что. Это ведет как раз к тому месту, где был чувак рядом с костром, я говорил, сейчас пока что нельзя его убить. И сюда это тоже ведет. В общем, это ведет во много разных мест. Теперь что касается этого нового фантома, который ко мне вторгся. Он веселый. Он бочка. Черт. И хитро расположен, что вы видите сундук, вы не видите фантома. Вы идете к сундуку его открывать. И у нас бэкстабит сразу же. Черт, он вылечился. По-моему. Судя по звуку. Ну, это ему не помогло. В сундуке лежит... Как раз это самое. Серебряные талисманы, 10 штук. Чтобы можно было то же самое самому делать. И выход на улицу. К самому-самому началу. К боссу. В принципе, я пойду сначала сбегаю к кастрюку вот этому вот. Потому что у меня нет астуса. И у меня чуть повреждено оружие. Знак чей-то? Я в оффлайне. О, потерявшийся гринкор. Это тот парень, который был... В самом начале игры, где был Арнштейн и... Драгонрайдер. Там его можно было призвать. Окей. Я не буду его призвать. Хотя босс намного легче проходится вдвоем. Я его пока что прошел только один раз. Точнее, два раза вдвоем с другом. Я проходил часть ДЛЦ. На другом персонаже, естественно. Вдвоем этого босса мы победили вообще без особых проблем. О, тут еще один знак. Или стальное сердце. Окей. Что лучше использовать в качестве оружия? Наверное, меч Миры. Надо заточить Мастодонта. Он будет круче по урону. Ну, да ладно. Босса теперь видно, потому что у меня есть... Черт, я пропустил диалог. У меня есть вот этот вот глаз. Теперь я могу видеть скрыто. И можно отсюда даже увидеть этого босса, который сидит там на стене. В общем, это такой котик. И он в целом довольно интересный и достаточно сложный в плане своих таймингов. Но, в принципе, если от него постоянно отходить назад, то от него уворачиваться довольно легко. И когда он так вот прыгает, можно перекатиться к нему, ударить его халявно и потом отходить. А когда он убегает, он любит делать граб после этого. Но сейчас он вместо этого сделал свои соулмассы. Это одно из его заклинаний. У него несколько вообще магических атак. Соулмассы, это одна из них. В общем, дожидаться его прыжка, уворачиваться от него и бить. В ответ это самая халявная тактика. От него таких вот атак лапами, от них довольно сложно уворачиваться, потому что они медленные. Черт. Ау. Окей. Справедливо. В общем, видимо, оставшиеся 15 минут этого видео я буду убивать этого котика. Ну, хотя нет. А если... Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, я его быстрее убью. Если вы призываете кого-нибудь, самое халявное, что можно сделать, это дождаться, пока он начнет кастовать эти соулмассы. И пока он кастует, он их кастует на кого-то одного всегда. То есть они как бы залучены изначально на того игрока, на которого он смотрит. Так что, если он кастует их не на вас, то вы можете к нему просто подойти сбоку и там ударить его несколько раз, пока он их кастует. Кроме этого, у него есть еще Водг, ну или что-то подобное. То есть того Ешка вокруг себя, от которого очень сложно убежать, потому что он с большим радиусом. И у него есть еще атака, которая похожа чем-то на очень маленький по размеру Firestorm. Ну, возможно... Да, вот она. Он создает такие небольшие шипы ледяные из земли. И у него есть граб, как я уже говорил. По-моему, вот это вот его граб, когда он так прыгает и кусает. В данном случае он меня им задамажил, но не заграбил. Соулмассы. От них достаточно быстро бежать в сторону. Перекаты тоже помогают. Просто идти не всегда хватает. Иногда хватает просто идти в сторону. Это Водг. Он так наклоняется перед тем, как его сделать. Можно было подойти к нему и ударить его пару раз после... После Водга. И Водг довольно больно дамажит, так что... Ну, естественно, Водг всегда довольно больно дамажит. Иди нафиг, кот. Ау. Окей, пока он там кастует всякую хрень, я могу подлечиться. Эти шипы, они на самом деле... Несколько больше, чем они визуально. То есть их хитбокс больше, чем они визуально. Так что стоит быть аккуратнее. Окей, соулмассы. С такого расстояния я могу просто идти в сторону. Так что, если вы их не блокируете, они вас роняют на землю. Так что, если первая попадает, то остальные не попадают. Ау, не успел перекатиться. Ну, в целом, босс интересный. Он довольно дамаговый. Довольно веселый. И теперь у всех не будет настолько ненависть от того, что все боссы люди и все тому подобное. Он чем-то похож на этого, на Стража Светилища в первой части. Но только сважнее. Страж Светилища очень халявный. Нет. Не успел перекатиться. Он дает лечиться без проблем. Просто проблема в том, что он... Убивает с двух. Насколько они полетят в меня в эту сторону? Ни на сколько. Окей, они... У них очень ограниченный поворот у этих соулмасс. Так что, если его оббежать, то можно его даже в одиночку бить, пока он их кастует. Окей, это водг. Иди нафиг, кот. Окей. Странно, когда я его в прошлый раз пытался убивать, он очень любил делать две атаки и отпрыгивать после этого. Так что я не мог делать то, что я сейчас делаю. То есть, уворачиваться от двух атак и после этого его бить. Ясо скончается эта проблема. Окей, соулмассы. Я бегу. Немножко они все-таки назад летят. То есть, одна в мою сторону летела. Но не попала в меня. Черт. Рано перекатился. Кот, скастуй какую-нибудь фигню. Это не скастуй какую-нибудь фигню. Это... Это не то, что я от тебя хочу. Я труп. Да. Все-таки надо ждать, пока он скастует какую-нибудь фигню перед тем, как лечиться. И, в принципе, ничем я этот бой легче сделать не могу. Я могу взять оружие другое. Возможно, фальшион это хорошая идея. Я, скорее всего, не смогу его больше... Больше одного раза ударить все равно. А урона у фальшиона меньше. Но, возможно, я смогу его два раза ударить. Тогда урона, возможно, будет больше. При некоторых его атаках я могу его много раз ударить. После водга, например, или когда он кастует соулмассы. Кастуй соулмассы сразу. Кот. Это не соулмассы. Вот это соулмассы, но, блин, далековато. Так же он очень любит ломать статуи. Не знаю, к чему это. Нет. Я не успею ничего сделать. Да. Но я успею от них увернуться. Вот так вот он очень любит делать. То есть два раза бить и отпрыгивать. Упс. Окей. Я своего граб. Не я ж меня, кот. Я невкусный. Упс. Статуя. То есть вот, первая в меня попала. Я из-за этого упал на землю. И остальные не долетели. Точнее, пролетели сквозь меня. Возможно, я на него блит когда-нибудь накину. Возможно, я уже на него накинул блит. Не похоже. Но вдруг. А она... Да. Почему-то об него довольно быстро ломается оружие. То есть я сейчас половину фальшивона сломал. И так же он, естественно, довольно дамаговый. Так что это проблема. Но что поделать. Я могу, конечно, взять... На сколько у меня урон упадет? Вот, 359 вместо... 398. Я могу, конечно, взять кольцо на количество хп. Плюс 3. И это поможет. Но не знаю. Это поможет мне не умирать. Но это не поможет мне его убивать. Окей. Черт. Ну, я попал. Его атаки достают только вперед в основном. Ну, кроме некоторых. Типа вот этой. Но эти некоторые он делает только когда вы изначально не впереди. Так что перекатываться от его атак ему... За спину. Это хорошая идея. Иногда. Нет. Вот эта вот атака его по кругу действует. Черт. Рано. Кот, перестань прыгать и скастую что-нибудь. Мне больше нравится, когда ты кастуешь что-нибудь. Сойдет. Окей. Стамина. Назад перекатываться от этого-то в теории хорошая идея, конечно, но как-то не всегда работает. Это привычка, конечно, от сразу же светилища. От него надо было назад всегда перекатываться. От его таких атак. Кот скастую что-нибудь. Окей. Упс. Как бы мне сменить оружие в бою с боссом? Наверное, вот так вот кусками. Да. Черт. Я надеялся, что этого хватит. Нет. Лол. Засчитается победа или нет? По-моему, не должна. Я думал, его совмассы исчезнут, когда я его убью. Это все фальшион совмавшийся. Я проиграл из-за этого. Но фальшион работает немножко лучше, чем... ...чем длинный мяч. Возможно, я просто привык к боссу. И из-за этого лучше его получается убивать. Да, это не засчиталось. В первой части такое засчитывалось за победу. То есть, если убить босса и сразу же умереть... ...оно все равно считалось за победу, но, по-моему, не давало его душу, душ из-за его убийства и все тому подобное. А, по-моему, если бы я не уворачивался, он бы все равно по мне не попал. Есть ли у меня хоть что-нибудь вообще? Нет? Сраный кот. Зачем он ко мне подбежал и ударил после этого? Пожалуй, стоит стать человеком, потому что жизни уже маловато. И, в принципе... ...да, 1700 хп. Так получше будет. И также у меня должна быть какая-нибудь обмазка. Нет? У меня нет никакой обмазки. Черт. Ну ладно, придется без обмазки. Надо будет купить на душу с этого босса, наверное. Обмазки — это полезная штука. Хватяй. Это совмасса. Черт. Рано. Э. Это ауяшка. Это снова совмасса. Как-то он их вблизи остановил в этот раз. Хм. Я был под ним, и он по мне не попал из-за этого. Хороший план. Хватяй. Совмасса. Я могу вылечиться. Я не вижу себя. А, это водка. Хватяй. Водка его не сразу понятен. И он достаточно большой, так что убежать от него не всегда успеваешь. Но он не смертельный. То есть он не совсем уж дамаговый. Ну, в принципе, он дамажит примерно как сам кот. Вау. Сейчас мы вообще не достал этим водгом, хотя я был достаточно близко. Окей, я переключаюсь на... Нет, не на лук. На меч. У меня не было стамины, чтобы перекатиться. Эстус. Эстус. Чёрт. Ну, победа хотя бы. Он попал в меня своими этими шипами из-под земли. Но я всё равно победил. Итак. Я не прочитал эту душу в английской версии. Ну, хрен с ним. Душа Авы, верного слуги короля свановой кости. Каждый из семи зверей короля свановой кости выполнял определённую обязанность. Ава был телохранителем возлюбленного королём ребёнка, которого породила тьма. Чудесная душа этого зверя может принести множество душ или создать что-то, обладающее большой ценностью. Эта дверь не открывается с этой стороны. И дальше... Дальше вот это вот всё. Увы, остальных шесть зверей в ДЛЦ вроде бы нету. Хотя, не знаю, может быть, есть. Но боссов тут только три. Большой собор. Я не пойду сюда пока что дальше. Ну, сегодня. Вместо этого я пойду и сделаю себе оружие из... Из души котика. Нет, не здесь. Здесь. И заодно куплю всякие обмазки. Обмен. Меч Смелтера синий теперь можно получить. Для него нужна душа Смелтера любого. Она у них одинаковая в облогах. Но нужно победить Смелтера, который в... В ДЛЦ. И он магический. По-моему, у него такие же остальные статы. Просто у него магический уровень вместо огненного. И он синий вместо красного. И прямой меч с лановой кости. Из души котика делается. И меч с души котика, это внезапно... Где он? Это внезапный Лайтсабер. Он при этом тратит 10 прочностей на удар. Но всего у него 250 прочности. Ну, в общем, можно теперь косплеить джедая. При этом он не скейлятся ни от чего. Но у него неплохой базовый урон. 35 это от... От кольца клинков. Упс. Я не хотел его снимать. Я хотел прочитать его описание. Меч Фабиана, рыцарь из Левом Лойс. Клинок, созданный из соновой кости, Который богатые эти края, Обрушивает на врагов силу душ. Сэр Фабиан вел рыцарей Левом Лойс в бездны хаоса, Чтобы уничтожить обитающих там ужасных тварей. Но ни одному из самоотверженных воинов не удалось вернуться. Не довелось вернуться. Пофиг. 120 каунтера. 250 прочности. 0,5 всего веса. Он очень легкий. Ну, все-то в целом похожи на обычные мечи. Одноручные. Только он при этом уайтсабер. Ну, в принципе, такой большой... Точнее, не большой базовый урон, а отсутствие скейлинга. Неплохой базовый урон. И 0,5 веса всего позволяет его эквипать почти на любой билд. Как вторичку. Правда, требует он 40 декса, так что не на любой билд. Вол. Но как вторичку его можно взять. Он легкий. И он, по-моему, достаточно дамаговый. И он довольно внезапный в ПВП, я думаю. Ну и так же вот это вот выглядит как какая-то спецатака. Но я не уверен, что оно делает. И делает ли оно что-нибудь. Кроме, собственно, удара. Дайте мне пауков. Ну, не знаю. Непонятно. Но он тратит 10 прочностей на удар. И у него всего 250. Так что 25 ударов это максимум, что можно сделать. О, я тут что-то не подобрал еще. У, у меня в шейку есть дракона. Довольно далеко бьет этой спецатакой. Но не супер далеко. А, нет. Не убивайте меня. Хм, что мне интересно. Его, наверное, нельзя обмазывать. Но мне интересно, как он выглядел бы, если бы его можно было обмазывать. Стоп, разве не Arnifex продавала? Видимо, нет. Огненные обмазки. Ну ладно, в любом случае. На сегодня тогда на этом все. В следующий раз я пойду дальше. Там миллионы диалогов и прочей хрени. Ну, монологов, скорее, на пофиг. В общем, миллионы разговоров будут. И потом еще что-нибудь интересное. Ну, а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok